rdm ван лавка и кобак лак видим на этом моде играл часто ему нравится all random да смотри ну а мы помним до различные забавы то есть там но особенно в паблик моде вот таком как ты просто хочешь пофаниться имеет место быть наручные отдавания своих героев но иногда просто не хочется там условно оформить на каком-то реке маруда бегать или там кому-то довольно пассивным герою хочется вам чтобы он был с нюками он воевал дрался поэтому героя сразу дают сливают например саще далеко заходит давайте на мансер не хочет на мансер на самом деле хорош на мансер очень многое может здесь таких вот героев которые будут тянуть команду на дно да их вроде нет нанести довольно юзабельны и и ноуты и вот здесь rejects вот получилось ставится об сервер в арт хорошо у стандартные центришники об сервера все как положено на мастер здесь свое личико показал да на пригорке поэтому подумали что возможно где-то все верни стыкнул поставили сандрик ну а теперь поставил флай другом месте контроль цену на коблак здесь вылез коблак продвину взять не смог просветку никто не взял против коблака но вы играете против реки марр это просветки здесь никак портал на миссу центришник на что полень это получается рамзес пошел на легкую на фантонке мичные нигме против него в сложный оффлейн и нигме тоже так это было давно я айсберг 10 на доспрофит в миду кстати очень даже хороший персонаж для мидом стоит пока против экскалибура который кстати говоря тоже будет город на шату демоне by support вина мансер спарта он суппорт спирит сделали они керри мадару на аксе ну и с виспом да макс висп сказать говорю очень даже сильно и выходит спин на экскалибур замедляет флай дал вина мозгель экскалибур страдает с руки еще бы тычку дать еще одну надо было бы но не добивает тазер потабр лезть не стал токи шату демон юзает хилинг салфа и заживает ахилла больше не осталось аккуратненько надо чтобы на мастер так за спину не заходил то следующий раз уже не уйдешь слайд нас пока принимается за вот и ну что правильно experience experience аппарат тоже хорош в этом моде и можешь накрывать айсбластом все побеждать довольно опасно опять же передвигается адрес нас габлак на 5 против облака никто не покупает даст и нет то слов это сможете контролировать передвижение каблака он как минимум из experience будет получать при большом желании кабак еще постарается без наворовать и денег крыска у небольшого нитрауна пойти и вышло левел 2 уже есть часть в пассивочку и открыть 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 о хорошо и бежать бежать и бежать дар идет так 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 очень долго очень долго очень долго еще и вытаскивать его мадары из инвиза дал а свой аккор персерти в сколы и многие это фраг то что с 39 жизни остается с редакции посмотрим кто появится глубоко дальше вместо пики мара искали портер не убивают тоже минус что успел что демон спрятать все в дисрапшн флая приходит спартан спартан тоже отдается нет 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 это живет нет не живет деспрайв кого добивает чилинг дач конечно штука жесткая ну что же появляется некрофос теперь у габлака и с фурманшилдом он отправляется на оффлейн помню найк дуэкскалибора взамен на шаду демона и здесь появляется полду вауэр замен спириту муссио спартана хорошо новый пол героев продолжаем смотреть очевидно что габлак имея некрофос сразу не стал покупать себе фурманшилд пытается убить его мадара поэтому стараются в этом моде покупать артефакты которые будут более-менее юзабельны на всех героях одни мы какие-то арканбуции кардиан грифс не знаю вот что то такое универсальное сэнджин яшта фактически может считаться универсальным артефактом травма фэнджеранс конечно же blink dagger вот это все должно появляться в скором времени у игроков и не нужно раскачивать например там ну я не знаю акции покупать ему что ему там какой-то там института вообще на самом деле акция довольно универсальный вот вангуард возможно да потому что ты погибнешь на аксе разочек и у тебя появится какой-нибудь какой-нибудь шаду шаман который будет бегать вангуарта он был я думаю не нужен поэтому сандартный blink можно tranquil и взять например тоже универсальный артефакт таком вот это интересно по поводу алхимика не знаю в курсе львы или нет я просто не особо знаком с этим образом не часто практиковал вот если например алхимик попадется кому-то из игроков он купит аганин для своего тиммейта что произойдет если тиммейт погиб остается ли дефект аганима так он заходит виспа там будут сливать флайс там потянулся слишком далеко зашли мадар вместе с фолдвауэром и миланом милану очень больно милан падает минус висп виспа в игре уже не будет анимация у них этим лагает жестко спартан тэп аут юзает спартан еще от фолдвауэра сохранить чтобы здесь встал паууут об милан отлично является патчек супер и пока чуть получше чувствуется отсутся джек по счету они выиграют один ты меньше меньше жизнь оставят своего knowledge gaming сам засну по руманшилт и часто могу вообще его не трогает на линии спокойно стоит все оформировать Фандом как раз таки один из тех героев, которого хочется сохранить до конца игры Потому что Фандомка, это всегда внезапно минус один Ты можешь на блинке залететь, парочку критов выдать и... Ну, очень хороший герой, просто очень хороший герой Так, Флайя подцепили, Флайя страдает Флайя, Виномантеры может сейчас отдать Флайя пробивает с руки, да, и Виномантер у нас теперь ходит в небытие Кумадара, конечно, на Акске чувствует себя хорошо Так, ОД пошел, ОД у нас с ником Error снизу На Коблачках, Коблака, кидают в Астрал Мадара готов его цеплять и... да, убивают Тут еще подошел мне с руком Что же, Некрофоса не будет, Мадара потеряет своего Акса минус Акс И разыстряет дальше, Спартана должны сливать Хороший был протув по исполнению Айсберга Спартан неплохо так пытается гайдить противника, разводить, но нет, погиб Ну что, ОД, Акс минус Там в Терениму Флайя вместо Виномантера появился Найт Талкер Кстати говоря, появляется под ночь, что очень удобно, можно сразу идти в бой Появляется Огармак у Мадары Материал теперь получает Огармака И очень приятная, скажем так, замена И воет, воет у себя Спартана, теперь он становится Керригером Отлично Трэш А, ну тут только была очка от Эмпларка появилась, кстати говоря Он от Эмпларки будет катать, но он про Мэншилд сапог Ну пока артефактов вообще каких-либо тут нет Самый лучший айтем на команду это Сол Ринг Вообще у Мича, который там стоял в лесу и фармил Кстати говоря, что у Нигмы там, левел пятый там Пока в игре особого участия не принимает Мич Он лишь только потом готов за спину заходить Ну-ка, ну-ка Пытается Рамзес, а то развлекает Спартан Довольно неплохо его пробивают Спартан, если говоря, левел три Вызываются и талончики Рамзес О, неприятный Миднайт Пульс Пошли Малифайсы Ну, Рамзес спокойно это переживает Он левел седьмой, у него ПТ есть, доволен Сейчас сможет прыгнуть Смотри, в Мич и перепрыгивает Миднайт Пульс, пытается Нигму забрать Ой, ладно, Баш посабатывает Флай Приходится там помочь как-то Воет на Мича Мич на УХП Си Блинк Даггер набивает Энигму Но Рамзес Хилинг Селф пытается жить На развороте Спартана Спартан получает Саленс Просто пробивает его с руки Эталоны прикрызают Рамзес А Рамзес падает Но будет тоже отправляться на верну Флай С эталонами пытается драться И отдаётся его Найт Сталпер Да, жёсткий размен Сверокоблак снизу тоже погиб Ну и 37-35 Именно столько жизней остается У первой и второй команды С режекцией на Лоджи Гейминг Сейчас ещё возродятся герои жизни Не станет меньше Котёл Появляется у Спартана Теперь Вместо Войда Котёл Байп Просто забывает Взявляется пугна Слушайте, у них Не такой неплохой пуш Может организоваться сейчас На Айзберге нападает До Спарса Сперша не умирала А у него очень хороший показатель КДА 202 И так просто и не забрать Фейзинули талисман Приходит тролль от Рамзерса Появляется лично командору Габлака Неплохо Так Залетает Но все временем Продумочка Нужно просто помидовать, что я дурацей Пошёл тролль вперёд за мечом Мич, проблемы большие Топорики залетают Есть Хук в Рамзерса Да Рамзерс жив Потому что под бафом Габлака он находится А погибло А ребята Выживают Кроме Фантом Лансера Который где-то сдал Снизу То Гермага отъехал Гермага Кстати говоря, Мидас тоже может быть Довольно хорошим универсальным приобретением Калибр тоже пытается нафармиться на Мидас Ну вот Мидас гейминг по идее должен быть Для любого героя Мидас хорош Просто зарабатывать себе левел Ну и деньги соответственно тоже И снизу возможности попытаются Попытаются автолаймпут Видите, который взял с себя аппарата Не умирал еще С начала игры был Аппарат Фух мимо Долата выживает Офлайн на развороте приходит на ноги На мяча Сеточку повесил Пытается пробить Но там же опять же Скоро 4 Так просто не забрать дома Путш идет до конца Завтра лайфом Путш может застататься Сдается минус Путш в этой игре Путша нет ГГ пишет Не ладно Ну Путш же был хорошим героем Давайте его не хотят Так и Мадар Вот Мадар нужно забирать Мадар слишком жесткий Пошли топорики Промзеса Замедляет Мадара Мадар отвернулся Офлайн на развороте Не забрать Но есть промахи Баф хороший на флай И Мадара подевает Сдувает и сдувает Нагу Хорош И разлайд Спактан Тума от мяча Жесть Просто жесть Жакира появился Снизу рассказ Милан пытается Рамзес съесть Приходит мяч Отрубает Схерчет торф Рамзеса пробивает Нет у него съеденного Крепочка Кстати говоря Какой-то волк был здесь Не лишним Наверняка Крепочка Много фрагов сделано. Ну и за этими стратегиями просто не успеваешь последить. Герой появился, героя уже нет. Дум, Рамзес. Ой, Рамзес, руля. Не очень хочет отдавать. Купает не очень интересный артефакт. Какие-то ПТ, Фрейсбренд, Фрейсер, что мы споти. Да, он здесь, конечно, выживет. Стальные более-менее прикинули. Вот те, у кого есть перчатки, они понимают, что нужны медасы. Без перчатки здесь никак. Да, пишет Милан, что у них есть. И Слардар, и Дум. Айсберг атакует. Ой, как больно от Экскалибрда. Получает подхилл. И Айсберг, нет, пережить не смог. Облак теряет Экскалибр за счет дуэли. Станет Слардару очень больно. Теряет еще легион команды. Ультимейт Экскалибр. Пошел как же тачит Экскалибрда в своем умнинайте. Катер Дубайтер, Рамзес у больно. Рабзес пытается уйти. Нет, Рамзес не уходит. Минус три. И инус три восполнили НЛГ. Рейс Кинг погиб, но это только первая жизнь. Жизнь реинкарнация. Автолайф зацепили тоже. Минус автолайф. И катком НЛГ прошли по своему оппоненту сейчас. Просто четверых снесли. Экскалибр с Мидасом. Левел девятый, но просто жестокий парень. И лысый. Лысый и жестокий. Теряет меня. Оп, оп. У него еще кто-то взял и отобрал топор. Что так делает вообще? Он теперь руками дерется против Кентавра. Ручками машет. Он на вампиры похож. Жесткий. Хочется, это дота. Ладно, обновился пик у This Rejects. Встречаем Баунти Хантер от Автолайфа. Встречаем Феникса от Айсберга. Квапатором Зесса и Бристлбэк. Узнаете, хороший набор таких героев. Там, реально, боевой очень. Им не стыдно сражаться. Да, так куча. Куча бросерков появляется. Квилл, Урнав Шадоус. Ну, пока самые дорогостоящие артефакты только у Экскалибора. Есть. Какой-то дефект не нас. Главное, ускоряется. Айсберг здесь в МВ спрятался. Милан. Есть Амплифай. Получает трек. Типа отпытает заюзать. Если чем сбить, Автолайф Шрикентос. Да, и до этого еще был каста флая. Назара в этой игре уже мы не увидим. Так, Спартан. Бэшечка. Без коня. Просто передвигается. Дум на Феникс в Уртсперг. Был Феникс и Феникс определял сразу же. И при этом. Если он так возданил, конечно, но это вообще значения не имеет. В этом моде герой погиб, значит все. Стан от меча. Ой-ой-ой. И габлака можно снять. Ой, что-то Фиддит из Реджект. Боевой пик свой отдали. Минус Феникс, минус Квин оф Пейн, минус Бристаллбек. В ответ никого не забрали. Без Кингад тоже кто-то меч отобрал. Тут они все какие-то полугерои. Один только дуб нормальный бегает. Вальф, ну что это такое? Что это ты хотел? Эрор. Просто один большой эрор. Смешно выглядит. Ну, на Гарри Поттера похож, только Митлы и нет. Дайя-с топ-тауэр is under attack. Квинч как будто играет. Ладно. Что там появляется с Реджект? Есть ЦМ, есть Герокоптер и Бэйн. Матару подцепили. А Матару-то без Ринкарнации. Умирать нельзя. Холая ЦМ-ка. Так. Хорошо. Фризинг-филл ты и добивает Рейс Кинга. Ладно. Рейс Кинга убили. Я не могу. Они такие милые эти герои, когда в багах. Ну и Флай тоже подцепили. Флай пытается стрелять в Милана. Дрога Рейджер. Что? Что это? Просто кошмар. Мистер Вайт, говорят. Он реально. Разум паун. Много аналоги можно привести. Компактери заходят с Герокоптером. Кулдаун. Меча. Меч. Меч есть. Дум погибает. А в таком герою я дал. И Милан должен. Бадать еще один игрок в квидич. Тут целая команда в квидич. Просто один из игроков в пакет. Так, ну и пошел автолайф. Денвиза пока. Каплак. Каплак. Лоу ХП на Герокоптеры. Вот, короче, надо справляться с Экскалибр. Экскалибр очень много делает на этом моменте. В Мазар, если говоря, появляется тинкер. Тинкер левел 10. Если что, с прокастами, с туками, с мидасиком. И Флай пришел. Флай накидывается на Фускари. Правда, с фейзами. Вот почему фейзы нельзя покупать. Оп, оп, оп. Ну, Экскалибр забрали. Неплохо, неплохо сыграно. Правда, падает так же и Хускар. Тем не менее. Тем не менее, жизни меньше остается из Реджекции, чем у НЛГ. Это самое важное. Мич подошел с парабанчиком, с Транквиллами на Вайпере. И Вайсберг просто цепляется, выгрызается. Пытается его поймать. Нужно дать Вайпер Стайк. Крипусу снишает Айсберг. Принцап зря дал. Потаялся под Вайпер Стайк. Автолайф здесь. Демк теперь я не убивает котла. Так, это и на развороте Мича. Через Финсгрип подцепляет. Автолайф пытается пробить с руки. Мич. Мич жить. Каблак приходит в Стайк Кунке. Листы, все дела. И Вайпер разобрали. Прям здесь, здесь жив. Линкс. Пытался Сэмку убить, не получилось. Мидас появляется в Сэмке тоже. Три Мидаса в исполнении НЛГ. И один Мидас по КАУТу-Джекции. Пытается еще и Флай. Теперь уже на Эмбере, нафармит этот самый Мидас. Ну, тут, конечно, показывается, насколько у нас уникальные и многофункциональные игроки, да, профессиональные. Как они умеют вовремя адаптироваться, переключиться с одного героя на другого. Я сегодня не могу. Ну, что это за пак? Не, ладно, пак еще более-менее. У него, в принципе, там... Ну, похож, конечно, такого лысого пака. Лягушку через тюрьма лапами, но... Ты еще куда не шло. Самый смешной, конечно, был котел. И Кинланд. Так, Миланд, кстати говоря, в Инвизи. Пасные, пасные идут, Клинкс. Не обязательно, может кого-то вырезать. Так, Спартан взял Vengeful Spirit себе, левел 8. Ну, такой довольно приятный герой. SF-чик появляется. Воу! Вы знаете, мечта. Это Шадоу Финт, левел 9 с барабанами, с Солу Рингом. Это непростая шадоу. Она многое способен, и потенциал этого героя высокий. Вот, Дэден Творц такой себе, конечно. Но, тем не менее. У него хороший магический прокаст. Так, нам пытались Твери не убить. Флайя, Флайя ракетки получает! Это, конечно, он пережил за счет Флэмгарда, но удар от Миланы пережить не смог от получения сильного физического урона. Ну, что ж, Эмбер Спирит был, и Эмбер Спирит он потерял. Мы видим уже, что начинает все дольше и дольше возрождаться герои. Уже подкидь, посидишь, обдумываешь свое плохое поведение. Секунд 30, наверное. Секунд 30, наверное. Тем не менее, физгриппом подцепили здесь Милана. Свободки пытались помочь, что под торрент нам подставляется. Был еще трек. Говорят, трек от Баунтихандера, да? Всегда к месту. Ну, неплохо. Неплохо разобрались здесь с Реджекцией. Выравнивают, скажем так, общий счет. Ну, и по половине жизни осталось на команду. То и другой, вот, первоначально. Да, было по 40, остается по 20. Тенни тоже покупает 7 металлов. Да, вот эти герои, которые имеют какой-то проказ, типа Квопа, типа Тинкер или Теня, они вот в этом моде просто сумасшедшие ребята. Откуда ты просто появляешься, делаешь проказ, убиваешь одного и уходишь. Так, по кулдаун. Обузная штука. Сложнее играть на различных там, вот, я не знаю. Ну, Кут-Кепра тоже есть проказ. Ну, на Спирит Брэкере условно сложно. Тебе нужно врываться, не пока ты не вышедешь. Так, Мадара, Мадара пытался уйти на крест. Посадили, никуда он не уйдет. Брэнсап, скидают. Мадара, хороший ганг. Но Баунтихантер на месте. Килы. Пальцы сразу в Мекку. Ну, вот, Гардиан Гристо, подходи, автолайф. Баунтихантер сейчас может и затащить. Так, бегает лысая Цемка. И Цемк у нас больше в этой игре бегать не будет. Ну и хорошо. Ой, ты слушайте, на развороте. Да ладно, Рамзес, ой, как исполнено. Сюда, Фростбайт и Фризинг Филд на лоу хп. Отлично. Отлично сыгран на Рамзес. Значит, на Цемку мы это посмотрим. Ну, не знаю. Цемка очень похожа, как будто у нее рак. У нее просто выпали волосы, она бегает. Нормально зато катает Рамзес на Цемке. Парабанчики имеет. Все как надо. Есть перед брекер. Посадили его на крест, кстати говоря. Каблак. Торен, корабль. И спапку. И Спартан пытался спасти. Мича, мич страдает. Стан автолайфа. Мич по трекам снова погибает. Есть и Тимберсоу. Тимберсоу с поинт бустер. На крест посадили. На Тимберчене уж так просто не уйдешь. Торен. Шурикентос. Милан пытается уйти на счет на Тимберчене. Под фростбайт поставился. Цемку снова с пилков разбирает. Да, Цемку со высоким левелом. Имеет нюки. Там все практически выписывает их. И такой магический прокаст пережить практически невозможно. Тайтхантер. Мадары в руках. Волла, транквилы. Боже, что это? Мидас. Ужасный набор артефактов. Спартана подцепили. Снова Рамзес. Снова Рамзес. Рамзес, руки, как же он пробивает. Тинга живет. Мадара получает слип. Под крест, под торрент. Подрасказ от флайчика. И Мадара даже в этой игре не смог дать свой реведж. Является чекернат от Экскалибра с блинком. И слэш второго уровня прокачки. Мич есть с Винтерскерсом. Хороший набор героев. Пинтавр еще здесь есть. Левел девятый с ультимейтом. Клэмбусер. Так что это не подробно. Ну, вот с таким распиком можно попытаться подраться. Нашли опять треки. В пину заходит у нас Айсберг. Слип. Финтгрип Экскалибура. Спартан. Свапает. Пытается спасти. Фризинг филд от Рамзеса. Омни слэш пролетел. Но минус жекернаут уже. Ставится в Винтерскерс. Винтавр неплохой. Но дэмидж вообще не хватает. Не пробивает. Айсберг тоже остается живых. Меча подловили. Меч по трекам падает так же. Появляется Зевс. Пайпэк. Зевс дает ультимейт. И никого опять же не убивает. Никого. Да, вот так вот. Была Мека. Подхилили Сис Реджекс. И очень-очень серьезно пострадали на лжи. Хороший пик потеряли. Появляется другие герои. В принципе не менее сильный. Но Сис Реджекс уже выглядит на голову сильнее. Из-за того, что не хэлэвла сильный. Появляется артефакт арты. Айсберг вот шаду блейд. Тони кардинг грипс. Вообще самый, наверное, крутейший артефакт для этого мода. Сонка, абузер. Крест себя посадил. Ушел на ТП, чтобы вернулся. Собак, чтобы вот так играть. Вот лазерит его. Ну что, и топы буду сносить. Под смоками. Далджик есть Мич. А Магнус. Но нет блинка. Нет блинка. Это проблема. Но есть Кентавр, который может Магнуса доставить очень быстро. Противника. Сейчас будет драка. Заходит Мадара. Мадара заходит. Айд Шарц. Эскалипурд здесь. Залетает Магнус. Дать по РП в кого-нибудь. Сейчас РП дает по троям героям. Нужно туда темпаж залить. Темпаж залить туда. Но Рамзест опять же Гардиан Грифс. Все портят. Мич. Пока под Шулу Грейвом. Остается жить от Дазла. Но его не отпускают. Скорее всего здесь. Найп Слипе. Убивает Сускара. Убивает Магнуса. А что тут сейчас. Ультимейт от Милана. Ростбайт. Очередной Финскрид. Кризин Филл. Милан минус. Три. В размен только на новотине. Эскалипур. Линк аут. Теп аут. Пытается выжить. И... Живая. Ну что, неплохо сыгран. Дэскриджект. Жизни осталось очень мало. Но Лоджи Гейминг. Чуть не в два раза меньше, чем у ССР. Неприятно, конечно, что Дэстине потеряли. Но все равно. Так, на айсберга прокаст. Датбур бегает. Понятно, это тут вот. Не герой даже. Не понятно, что это такое вообще. Какая-то лягушонок маленький. Крэйзи Фрок. Так, Эскалибур здесь пока бережем. Ну, Эскалибур, кстати говоря, более-менее играет в этой команде. Ну, в данном моде. Потому что у него самый еще нормальный КДА. 4-4-3. Остальные больше видели. Ну что, 20 жизней еще есть от ССР. 9 осталось у НОЛОДЖИ Гейминг. И у Флая появляется Алхимик. Воу-воу-воу-воу. Вот теперь можно Аканимчиков заставить своим ребятам. Было бы неплохо. Тут в Аканиме, в принципе, можно и ЦМ-ки какой-то зарядить. Можно и Бейну. Можно просто успеть. Вот Слайв сейчас главное успеть накупить себе эти самые Аканимы. Подариться им тиммейтам до своей смерти. То есть сразу же атака пошла. Атака пошла на Алхимика. Знает, что его нужно убивать. Алхимик. Да, это уходится. Если после того, как, например, ну, условно, сейчас Алхимик купит Аканим, даст Бейн. А если Бейн покинет, если в статусе все равно Аканим останется, то будет все равно круто. Все равно рано или поздно герой такой попадет, с которым Аканим будет впрок. Так что вот здесь сейчас на Алхимике умирать в коем случае нельзя. По-моему, один из самых крутых героев в этом моде. После своей смерти что-то для команды может оставить. Но надо было для этого, конечно, прокачать пассивку. Гривус 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 на четыре сразу. Лучше было. Ну ладно. Покупает Линкен Сферу Рамзес. Еще один артефакт из разряда универсальных. Он может практически на любом герое, в любом распике. И сразу же Финнс Гривус по экскалибру. Рамзе здесь. Финнс Гривус. Ой, Фризинг Филд. Хорошо. Зевса убили. Матара получает Шелло Грейв. Пытается спастись. Жить. Теп-аут прожимает Спартан. Милан тоже теп-аут. И Милан-то не отпустит никто. Спартан и Спартан, собственно говоря, тоже. Мне нужно четыре очередные. Ну что, сейчас появятся все персонажи НЛГ. У них останется, получается, пять жизней. И после этого умирать уже будет нельзя. То есть, ты погибаешь. Дайер-смидтл-тауэр университ. Потом уже, да, когда остается, там, ну, вот тут ноль жизни. И, там, твоя последняя жизнь, на которой он так и рука катаешь, ты уже больше возродивца не смеешь. Санхайгрант поднимается с Реджектос. Дайер-смидтл-тауэр университ. Они тут даже имеют возможность трон быстрее смести, чем все жизни побивать противника. Подцепили Тиреню Матару. Есть трек. Матара падает. Оракл появляется от Митча. Элдер Тайтон от Элдера Титана. От Элдера Титана, от Милана. Титана, от Элдера Титана, от Элдера Титана. Так, пошел у нас кораблик. Меча, Оракл был, Оракла больше нет. Он еще успеет разочек возродиться. Разор появляется после Элдера Титана. С травелами, с фрактилами. Не знаю, зачем такое, Элдер Титана, от Элдера Титана. В общем, полезнее взял. Есть Митуза, но вообще, конечно, не тот героев, который сейчас способен был дать спор. Какая не боинственный такой набор пиражей. Рамзес поцепили. Рамзес, так говоря, может погибнуть. Неплохой торрент. Рамзес, новый, просто фризинг филд. Фьюзает на лоу хп и вновь убивает всех. Трипл килл делает кристалл вейден. Рамзес на ЦМке просто царь и бог, конечно. Ой, вот. Как раз таки. Милан сейчас погибнет. И кто-то уже не появится у ребят из Rejects, потому что жизни осталось всего лишь три. Уже возродиться не сможет. Тоблэйд покупает все алхимик. Не стал делать такие аганимы. Пропира покупается Бэйном. Айсберг. Мич выходит. Мич идёт отдавать Тарксиры зачем-то. Бэйн с руки просто наказал. Ну, они, видимо, решили вот скорее эту игру закончить. Что же понимает, что 20 жизней, к сожалению, противника не отнимешь. Что является, онтайнг. Успеет появиться ещё разор Элдер Титан в новых героях, а Медуза и Дарксир, скорее всего, уже не появятся. Да, Медуза в Дарксир уже не появляется. Осталось три жизни у Ноллдж Кемик. Ну и Ноллдж Кемик соглашается с поражением. Ну что ж, с Rejects будут проходить следующий раунд. Вот так вот заканчивается у нас с вами второй матч. Напомню, что первые играли Empire и NoLifer 5 на моде Listplate. Выиграли имперцы. Второй матч у нас прошёл под модом AllRandomDessMatch. Выиграли с Rejects у Ноллджи Гейминг. С Rejects у нас будут проходить следующий этап. Ну что, ребят, коротенькая пауза. Третий матч нас с вами сегодня ожидает. В бой вступают Na'Vi. Против ребят... Не знаю, какие, кстати, говорят, написано TBE.